Ай, какая целочка идет. Грюндик. Блин, нихуя задран. Жопа. А, жопа на рессоры. Мальчик новый с грюндиком. Без номеров. Ну что? Я, короче, уже возле Новосибирска, смотрите, вышел на двойную полосу. Я так не пойму, это бетонка, наверное, да? Какие-то плиты ездят, что тут-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Скачешь, как вишаке. Ребята, а вот и Новосибирск. Новосиб, здравствуй. О, вон вдалеке-вдалеке-вдалеке город. Ребят, не стал закидывать, что я здесь. Вот он. Видите, да, вот эти мухи грязные мои. Короче, вон там Новосибирск. Автофокус. Не работает, потому что мухи. Чуть-чуть по времени. Я иду уже по графику. Мне нужно быть утром. В четверг. Сегодня у нас вторник. Завтра среда. Мне завтра еще надо ехать. Везде. И поэтому, чтобы времени не терять, я не стал говорить, ребяточки, давайте встретимся здесь где-то. Что-то как-то. Я сейчас... Мне нужно поехать, маршрут выстроить, поработать, посмотреть. Вообще, к дороге привыкнуть, да ко всему. И вообще, по времени, никак, чтобы... Короче, я думаю, вы меня поняли. Смотрите, какая красота. Что-то мелко здесь сильно. Рыбаки. Песок. Там кайфово. Живется. Дорога на Кемерово, конечно, так себе. Как выехал. С Новосибу, наверное, может... Суточку прошел. Суточку, наверное, прошел, и все, ремонты поперли. Вот такая вот дорога, ребята, тут, конечно. Ремонт на ремонте, ремонт на ремонте. Ну и дорога разбитая. Я чувствую, что долго буду ехать до Кемерово. А вот эта трасса, а вот эта я понимаю. Короче, ребят, хорошо, если она сейчас кончится, я буду очень рад. Если так будет дальше продолжаться, то я понимаю, что тут мне придется очень долго. Это я хорошо еще ночью еду. А если днем, тут, наверное, просто... Пробки, наверное, тут огромные Сейчас ночью много спят уже Ребятишек Поехали, скамеечка Не вжди Нормально сейчас все будет А, вот я и в Кемерово Кемерово, здравствуй Я никогда бы в жизни не подумал, что я приеду на грозовой машине в Кемерово О, все же, шум такой Как будто истребитель взлетает Что-то случилось, что-то Как будто там что-то прорвало Наш уши закладывает Юрий Гагаин 300 лет Кузбасс Я проезжаю красивый город Кемерово Прикольно у вас тут Дыры есть Да, они везде есть Страшно Тихо Движка Потихонечку Помаленечку Красота Да, блин Все, прицеп проскакал, успокоился Поехали дальше Движение, конечно, ребят, после Кемерово В сторону Сюда Хакасии Как на Урале Спуск-подъем Спуск-подъем Вверх-вниз-лево-вправо Спуск-подъем Прям как по Уралу еду Город А с Кемерово вообще поднимался Там такие подъемы сильные Ночь ничего не видно Вот днем бы ехать Наверное, может быть Было бы это симпатично Веселая дорога, однако Слева Видно, строят Справа обкрыв И вот так вот Наскачиваем Большое расстояние По очереди Пробка Сначала мы пропускали Теперь там ребята стоят Ждут, пока мы проедем По такой дороге Разогнаться Как бы нереально Если разгонишься То можно груз потерять С прицепом Вместе Наверное, видно, да, на камеру Она вся волнами Как на Ишаке сидишь Брянь Наконец-то добрался Не знаю, да хорошие дороги или нет Все Рано радовался Я думал, все Асфальт попер Машина буксует Подъем Щебеночка Малышечка Давай, давай Прицепщина тяжелая Буксует Прикиньте, ребята Подъем Такой сильный Скачет Буксует Такая дорога На Хагасе Красавчик стоит Короче, ребята Работать хорошо А спать еще, блядь, лучше Поэтому мы К другу Рефрижератору Не обратимся Давай, как будто Так сделай Вот Чтобы будешь мне Брончать в уханах Хуя, встал, блядь Дороских ребят нет, что? Что нам в казахе ТР Турция Там, не знаю Вон земляк Второй регион Ну ладно Тогда спим Самое, что интересно Я встал Хуя, не знаю, где Вон, кто-то идет с ружьем Пиздец Мне сейчас, надо Застрелить Ха-ха-ха Сейчас закрываем все под палку Здравствуйте Здорово А че это? Платная, да? Да-да Сколько? А камера есть? Да Если что, охраняет? Да, я охраняю А, ты охраняешь, да? Да А утром кафешка есть, где еще пожрать? Да, утром семьи откройте Всем, да? Да Ага Спокойной ночи, Гэдарь И тебе, друг, не хворать Короче Закрываемся Все, ребят Спокойной ночи Доброе утро Пойдем лично встречаю потом И поедем дальше Смотрим Смотрим На мягкие Диски А зачем, да? Все понятно Ожидаем идеально Двинем дальше Сегодня последний рывок Ну, как говорится Поехали Сегодня рывочек Еще один, ребят И мы в дамках Что там по урожаю, мужики? Тут еще пшеница зеленая стоит Да, пшеничка Что это за пшеница, а зима? А я когда ее собирать буду В конце августа Или в сентябре У нас уже уборка Кончилась Там уже где-то Пашу сеют А тут, смотрите, еще не собирали Она начинает Вроде нет-нет Желтеть Но, как вы видите Она еще не сохнет Знаете, где свежевозок? Я думаю, здесь Подальше от всяких городов Заводов Лес, чистота, природа Кайф Свежевозок Я, короче, другой дороги не знаю Меня, как навигатор ведет Я так и еду Может быть, есть, конечно И другие дороги Но я строю маршрут Куда мне нужно И меня прокладывают Именно ведет по этой дороге Поэтому Поехал через все эти деревни По рации поспрашивал Мужики, кто был в тех краях Подскажите, как лучше ехать В тех краях никто не был Короче, ребят Открыл Посмотрел Ремни Протянул По щелчку Чуть-чуть добавил Дорога такая Что надо Посматривать Мало ли, ремень перетрется Чтоб груз не Свалил никуда Поболю я по полючку приду К тебе На тысячу Я знал, что дорога кончится Предчувствие было Ну, в принципе Укатанная Накатанная Только что пыль Здесь лучше ехать даже, чем по асфальту Машина идет ровно Ее даже не шелохнет Кочек нету Ну, правда, что только Пыль А так, в принципе Она гладкая Ну да, щебень Взаимно, братан Ну, вот, все Перехвалил, видите Маленькие кончики есть У-у-у Раз эта дыра Всеми колесами В одну ямку, блять Смотрите, это что такое дом? Интересно. Я надеюсь, что дорога только через деревню такая. А тут вообще, ребят, урожай зеленый, представляете? Даже желтеть не собирается. Это у нас тоже пшеница какая-то стоит. Более вся зеленая. Интересно, а тут когда будут собирать? Смотрите, это Т-150 на каких катках. А? Хорош. Да ладно. Знаете, ребят, я вот еду и думаю, а по-любому же вот ведь на эту дорогу бабки-то выделяют, чтобы, наверное, ну асфальт постелить там туда-сюда. Просто ее никто не проверяет. А читались, типа, да, все четко у нас готово, там все нормально. Навье. На мотоцикле здесь точно надо в противогазе ездить. А иначе пока доедешь, блядь, зубы залепят пылью. И форсунки забьются. Улики, улики. И вообще невыносимо ехать. Блядь, 20 километров в час ползу. И вот в телевизор. А я, кажется, знаю, куда мне. Вот там в лесу, в горах пыль стоит. Там, поход, дорога. И мне, наверное, туда. Недолго песенка играла. Кончилась дорога. Интересно, сколько же мне еще прыгать. Ребята не стесняются, нахуй, газ в паласы полетели. Не, если шел бы я пустой, я бы, наверное, так же бы ехал. Пустому-то проще. Внимание, водитель. Опасные спуски и подъема. 35-40 километров. Ну, что я могу сказать. Обрадовали, блядь. Ну, кстати, здесь более-менее ровно. Тут либо грейдером прошли, либо, я не знаю, она щебеночная, но она ровненькая. Машина вообще не трясет, не шелохнет. Ну, а тут что, подъем, щебенка, газ в палас. Чтобы выскочить в этот подъем, чтобы на щебенке не буксовать. Хорошо, хоть грейдером подровняли все это дело. Отед меня занесла. Кукуева, кукуева. Блядь, надо ленивец поднимать. Это сейчас за ленивца буксовать было. Буксует. Родненько, вытягивай. Ну и нахуй, такие шутки. Молодец, камеечка. Молодец. Огничка. Бля, я понимаю, теперь надо подъемы здесь брать, блядь, разгоняться. Очень хорошо, потому что чуть-чуть я взмок. Потому что я прям подумал, что если я встану, то, ебать, с этого спуска вниз корячиться вообще бы не хотелось. Подъем серьезный. Не ожидает. Давай, родная. Не подводи. Вот так тест камеечки. Вот мы как раз и проверим, как она прет, тянет. Затяжные сборки подъема. Горы. С прицепом идет. Тяжко, наверное, будет подниматься тебя брать. Щебеночка, бля, машина буксует на щебеночке. С пробуксовочкой идет потихонечку. Кусочек счастья. Чуть-чуть асфальтика хорошего. Вид, конечно, бомба. Таким макаром я уже, наверное, километром десять еду. О, ребятки. Не стесняются. Я вроде бы добрался до какого-то поворота Шарыпова направо. Буду надеяться, что моя дорога кончилась. Там сейчас пойдет асфальт. Аренда. Никто не хочет снять в аренду. Магазин, кафешку откроете. Прямо 5 километров. Такой в дороге. Может по рельсам лупануть? Мягче и быстрее будет. Люди здесь летают как по автомагистралям. Мне жалко тачки. Сколы же летят, наверное, от камней. Я знаю, тут точно нужен УАЗик. Либо Нива. Вот я теперь понимаю, для кого Ниву пускают. Вот для таких мест. Вот на Ниве здесь носиться вообще самое то. Вот оттуда вот я приехал. С ебеней. Сорокина. Ну, к сожалению, удачи не видать. Асфальта нет. Будем дальше сиськами трясти. Оказывается, под 500-а моя. Хуя у тебя спойлер. Чего с дорогами, блядь, здесь? Это чтобы не взлетело? Ну, не прижим. Не ударить, даже регулировать. Хуя прямой выхлоп, да? Ну, да, банк стоит. Красавчики. Ладно, давайте, парни, удачи. А я что у тебя там, блядь, задачки? Что это, просто так, для красоты? Не, ну они работают. Да? Турбо? Нет, турбо нет, но они подключены. А мотор? Обычный? 1.6, Калина. А, красавчики. Давайте, парни, удачи. Развернулись, догнали. Пойду прицеп посмотрю. Ничего тут не отваливается нигде. Такой дороги, блядь, чтобы не потерять ничего. Ай, блядь. Вот так занесло, блядь. Цены, говорит, надо было там где-то в окружную ехать. Ну, к сожалению, я не местный, дороги не знаю. Как нужно было ехать, тоже не знаю. Как навигатор повел, так я и поехал. Но зато, смотрите, какая красота, а? Ну что, поехали дальше скакать. О, видите, подписчиков где встретил. Он навстречу мне проехал. Смотрю, летят назад. Пибикает. Сфоткались, поехали дальше. А я по полю, я по полечку. Устал идти к тебе. На тысячу верст. 700 метров подъема, говорит. Ну, подъемчик так себе, конечно. Я думаю, мы свободно поднимемся. Тут уже хоть щебня нету. Дорога чистая. Еще один подъемчик небольшой. Знаете, там, конечно, кошмарики. Я всю стиральную доску проехал, наверное. Тут она уже гладкая. Ну, да, лежит песок щебеночка. Ну, более-менее. Ребята, смотрите, какая красота. Вид, конечно, космический сверху. Я, короче, добрался докуда-то. Докуда по качествам не знаю. Ура, ура, ура! Ура! Наконец-то, бля, у меня просто тело вах, 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 вах. Сверху, конечно, едешь, смотришь. Я не знаю, на камеру это передать или нет. Ну, просто глаза, ребята, радуются. А вот и станция эта, которая была сдалека. Бля, станция огромная какая-то. И рядом ли экскаватор стоит? О, она здоровая, бузиничная. Интересненько здесь у вас, уважаемые местные зрители. О, она стоит здоровая, бля. Ни хуя, во, еще больше. Тед, тед, я понимаю. Монстр. Легенда. Т-40. Еще в поряде. Опа! Видончик, ребята, ну-ка, зацените, бай. Красота, да? Красоты вам, ребяточки. Немножко. Все, она там, вдаль смотрит, что такая красота. Какой-то озеро. Гора. Мне сразу вспоминается детство, когда у нас так же комбайны оставляли вот эти капюшки. Потом эту солому возили коровам, телятам. Там наверху он комбайны ходит. Сейчас-то в основном что делают? Размельчитель ставит, солому дробит. А тут, вон, видите, убирает, капюшки собирают. Красота. Какая красота! Ну вот, я и добрался. Хакасия, привет. Заехал в Хакасию, ребят. Ай, красота, да? Скажите же. Блин, классный вид. Аж глаза кайфуют. Ну что, ребята, я почти добрался. У меня осталось считанные километры. По навигатору показывают мне ехать 26 километров, а это значит, что через 26 километров я буду на месте. По идее, по московскому времени у нас с вами 4 часа вечера в Москве. Но у меня плюс получается, наверное, 4 часа. У меня уже 8. Пошел 9-й час. Возможно, я не успею сегодня разгрузиться. А это значит, что я сейчас приеду и до завтра буду вату катать. Чуть-чуть не успел. О, а что это такое? Тюрьмашься? Это зона? Ну что-то да, похоже. Зона, зона. Это зона. Вот я, в принципе, прибыл в город Черногорск. И я на месте. Имеется знак. Грузовым запрещено. Ну, если разгрузка в городе, значит, можно. Такой в длину, длинный город. По стеклу-то четко, чувак. Еду, 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 еду по городу. Такой длинненький.